Можно или нет, да, танковые бои сейчас происходят, но не беспокойтесь, все нормально, это игрушечные танковые бои, и не просто так они у нас в эфире появились, ибо, ибо 28 мая, дорогие друзья, ждем вас всех на Каменке, на Мамсбазаре, и почему мы вас там ждем, и что там можно будет увидеть, а можно будет там. Да, наши гости, и не только танковые бои там можно увидеть, но и, конечно же, с удовольствием представляю замечательную семью, которая у нас в гостях, Наталья Путикова, организатор Мамсбазар, Стас Путиков, и наша маленькая принцесса Василиса Путикова. Доброе утро. Доброе утро. И, конечно же, и представляем Екатерину Романову, тоже участница Мамсбазар, который придет 28 мая, еще раз напоминаем. Доброе утро. Доброе утро. И у нас тут некие такие интерьерные вещи. Расскажите, пожалуйста, что у нас тут за танки-самолеты? Самолет у нас сделан для того, чтобы каждый ребенок мог почувствовать себя пилотом самолета. Здесь есть шлем у нас, который одевается на ребенка. Одевается у нас сам самолет. Давайте. Можно будет побегать, полетать. Можно будет побегать, полетать, а мама с папой могут сделать отличную фотографию с ребенком. Здесь все крепится у нас на ремни. Все, это легкая конструкция, удобная очень. Ну, Наташа, расскажи, наверное, к тебе вопрос, все-таки, что будет 28-го? Что ждать всем тем, кто придет? Ну, за три фестиваля, которые прошли в прошлом году, все привыкли, что это мероприятие только для мам и детей. Тем более рассчитано для мам, где они могут прийти, там провести время именно мамами. Поэтому в этом году мы решили расширить наши границы, пригласить всех пап весело и с пользой провести время. Можно, конечно, расположиться где-то под деревом в нашей лаунж-зоне, взять шашлык, кофе, посидеть, просто послушать музыку и отдохнуть. А можно немного впасть в детство, пойти поиграть, например, в Дэнди. Почему нет? Это же семейный праздник. Также будет замечательная лекция от педиатра про лето, про отдых с детьми, как максимально полезно, используя и безопасно, самое главное, провести его с маленькими детками. Еще будет у нас спортивная зона, где будет представлен мини-футбол. Также будут спортивные эстафеты для семей. Там могут принять участие семьи с детками от 6 лет. Будут достаточно интересные задания. Будет три блока заданий на понимание, доверие и терпение между семьями. В конце жюри подведет итоги и будет большая церемония награждения. Также у нас будет барбершоп. Ни для кого не секрет, что борода сейчас в моде, и поэтому папы смогут узнать тонкости ухода за ней. Также, может быть, изменить свою стрижку и где-то свой стиль. В общем, папы будут полностью погружены в этот праздник, пока мамы занимаются шопингом и развлечением. Да, папы также могут активно принимать участие. Стас, уже изучили локации и рады ли тому, что наконец-то и о нас с вами подумали? Да, конечно, я всегда рад за любое движение, активность для родителей, потому что я сам считаю себя активным папой и всегда люблю принимать участие во всех мероприятиях вместе с Василисой и со своей женой. Активность папы в чем выражается? Что папа активный должен уметь и что должен делать в кассе? Совет и рекомендация для всех пап. Уделяйте главному ребенку и жене и своей семье внимание и подавать личные примеры окружающим детям. То есть главное, чтобы они понимали, как мы растем и воспитываем их. Не, ну уделять я понимаю, как бы это же, наверное, все знают об этом, что важно уделять внимание. А вот конкретно как вы уделяете внимание? То есть что делаете? Ну вот ладно, ну с мальчиком может быть легче там в футбол поиграть там, да, или какие-то такие мужские игры поделать там. А вот как с девочкой? Папа дочери все-таки, да, насколько. Ну одно из главных традиций нашей семьи, я ответственный за купание своей Василисы. То есть мы любим очень играть с ней, я в пачковые краски в ванной, в различные игрушки для ванны, также, то есть там с душем пообливаться, то есть для нас это вот именно ответственный нашей семье за это я. И нам очень нравится с ней лично, просто вдвоем даже время проводить. Любим отпустить маму куда-нибудь погулять, там мы на какие-то спа там свои процедуры, а также просто пойти прогуляться, покататься там летом на роликах, на велосипедах, то есть провести время вдвоем, нам это очень нравится. Ну хорошо, Екатерина, расскажите о Вашем опыте взаимодействия с папой, который должен взаимодействовать с детьми. Как приучаете? Мне, скажем так, повезло, у меня двое сыновей, поэтому для нас это естественные игрушки, которые покупаются, скажем так, для папы больше, чем для детей, не выбирают такого плана. Это различные самолеты, вертолеты и все остальное, это инструменты, какая-то техника, которые они любят собирать, разбирать вместе, совместно. Ну и папа, да, как Вы сказали, это футбол, это различные спортивные игры, поэтому здесь у нас больше папа занимается детьми, чем мама. То есть тут не нужно там папу заставлять, папа сам знает, что делает. Да, естественно. А мне вот осталось еще интересно, знаешь, вот именно, что ты папа девочки, и вот ты как мужчина, тебе не хочется, например, поиграть как-то в футбол с ней погонять, это и чисто вот такие девчачьи развлечения у Вас вдвоем, когда Вы остаетесь. Детям есть разница, мальчик, девочка, им всегда нравится так же погонять и мячика, вот даже нравится какой-то пультик мальчишечек потыкать, так что различий нету никаких особенностей. Ну, в общем, в танчике, возможно, не знаю, вот в эти самолеты, шикарный самолет на самом деле, был бы я вот чуть поменьше, с радостью бы туда залез, сейчас, боюсь, даже ноги не поместятся. Все это можно будет увидеть, как мы уже сказали, 28 мая на Каменьке, Мамс Базар, но не просто увидеть, а можно еще и прийти в гости к нам, например, компания Фонтова, так сказать, в нашу лаунж-зону, где можно хорошо провести время. Почему нет? Да, встречаемся 28 мая на Каменьке, ну, а мы напоминаем, что в Магасах были замечательной семьей Натальи и Станислава Фузико вместе с дочерью Василисой и Екатериной Романовой, участники фестиваля на Каменьке, который пройдет 28 мая, еще раз напоминаем. И куда-то уехал туда танк, который сейчас отвлекает внимание всех операторов, ибо замечательная вещь, сами сейчас будем играть. А вы пока посмотрите.